Всем салют, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам потрясающий бой на Суперконе. Бой действительно зрелищный. Ну и также расскажу вам информацию о замене танка Як-Панзер Е100 и о том, какой завтра будет танк в продаже в новогоднем календаре. Итак, завтра в новогоднем календаре будет продаваться такой танк, как само АСМ. В принципе, танчик неплохой, я считаю. Ну, конечно, у него есть свои недостатки. Это не идеальный танк, но, в принципе, можно задуматься о его покупке. Но все-таки я на вашем месте бы повременил с этим, потому что его, скорее всего, будут продавать по полной цене. А так, в принципе, бывают и скидки на этот танк. Поэтому, если особой необходимости и надобности нет, то я считаю, что можно и повременить с этим. Итак, ребята, собственно, многие спрашивали насчет того, может ли появиться в игре тот или иной танк. Как вообще в дальнейшем может выглядеть вот эта вся многочисленная ветка немецких танков. Ну, только не одна, а вообще все ветки немецких танков. Потому что сейчас там полный кабзет, творится и хаос. То есть, если так посмотреть, то просто невозможно разобраться без знания игры. То есть, люди, которые только начинают играть в World of Tanks, они просто офигевают, чего качать из немецких танков. Ну и, собственно, одним из самых таких популярных образцов является Jagdpanzer E100. Машина, на самом деле, очень даже годная, но имеющая свои недостатки. Очень медленная, неповоротливая, с множеством уязвимых мест, но при этом с уникальным орудием. С гигантской просто альфой. Бронебойные с пробитием просто зашкаливающим. И есть еще и кумулятивные снаряды, у которых пробитие не менее такое вот огромное. Но есть машина, которая может в дальнейшем появиться в нашей игре, которая, конечно, просто поразит всех игроков. И сами разработчики говорили, что очень хотели бы ввести эту машину в нашу игру. Но, собственно, прежде чем рассказать об этом, хотел бы объявить победителя в прошлом видео, который урвал золото. Вот это Дмитрий Крышнев, спасибо ему за участие. Ты абсолютно также, кстати, можешь выиграть золото, достаточно прокомментировать видео и в комментарии указать свой игровой ник. Не забудь досмотреть видео до конца, чтобы иметь повышенные шансы на выигрыш золота. И вот, кстати, ты можешь также зайти и выиграть 5000 золота на сайт ВотКит. Тут ежедневно премиум танки, новогоднего календаря и наборы с золотом. А используя мой промокод, все это получается еще более выгодно. Итак, ребята, ну действительно, есть такая машина, которая, в общем-то, очень даже хорошо бы смотрелась в нашей игре, по крайней мере, уже очень-очень много лет. Некоторые такие, так скажем, танковые эксперты, в кавычках, просят добавить эту машину в игру. И казалось бы, ну что об этом размышлять там, если вот просят игроки, ну не добавляют, значит и не добавят никогда. Но внезапно, ну это было давным-давно, на ВГ-фесте в этом году, как давно, ну летом, короче, собственно разработчики сказали, что реально очень хотели бы добавить в игру Е100 Крокодил или там Е75. Вот такие вот машины такого вот типа. На самом деле, эти машины, некоторые из них выдуманные, то есть, есть такой танк, как Е90. Собственно, это облегченная версия Е100, только, ну, такая более подвижная. И даже там броня, на самом деле, поинтереснее, чем у Е100, то есть, там больше наклонов и всего такого. Но, на самом деле, этот танк вообще абсолютно выдуманный. Просто фанатами танковыми, ну не World of X, а вообще есть фанаты просто танков. Ну и, собственно, этот аппарат выдуманный. А вот Е100 Крокодил, тут, собственно, источники разнятся. Кто-то считает, что эта машина выдуманная, но, в принципе, в одном из источников, такой немецкий журнал, был сейчас уже, наверное, не помню точно его название. Ну, короче, там говорилось о том, что Е100 Крокодил, в принципе, ну, мог бы существовать в реальности. То есть, естественно, его никто не собирал. Да, были такие, действительно, мастодонты, как Маус, там собранные. И даже Е100, по-моему, один экземпляр был. Но вот этот, просто я даже не знаю, как назвать этого монстра, ну, его просто называют Е100 Крокодил. Вот у него орудие примерно как у Ягдпанзера Е100, только, в общем-то, у него наклонные бронелисты передние. То есть, это больше, наверное, смахивает на Ягдпанзер какой-нибудь, ну, седьмого уровня, только более габаритный, гораздо более габаритный размером. Ну, чуть, может быть, поменьше, чем Ягдпанзер Е100. То есть, ну, вы на скринах можете видеть, как он выглядит. То есть, такая вот весьма интересная тут концепция. Да, и имеется лючок сверху, но все-таки броня гораздо более такая крутая, чем у Ягдпанзера Е100. То есть, такой вот наклон. То есть, если поставить эту ПТ-шку, то фиг ее пробьешь. И еще тут и орудие круче, чем у Ягдпанзера Е100. Так вот, этот немецкий журнал в 2007 году, вот, наверное, нашел название этого журнала. Хабберта Кейнс, по-моему, так и правильно произносится. Собственно, нашел, как бы, разработку чертежей такого вот агрегата. И, в принципе, то есть, он мог бы в реальности существовать. Я так понимаю, могу, конечно, ошибаться, потому что я не историк, но такую информацию я нашел. И, собственно, ну, а чем этот агрегат хуже, чем, например, такая вот машина, как Waffenträger Е100, которая была у нас в игре, или польский танк 60ТП, или Е50М, да. То есть, если обычный Е50, в принципе, довольно реалистичная машина, то Е50М, на самом деле, больше выдумка. А Waffenträger Е100 вообще просто безумие, так скажем, варгейминга. Сами придумали эту ПТ-САУ, сами ее и вывели из игры. А тот же польский танк, вообще вся польская ветка практически польских танков, это, ну, чисто фейк, это чисто выдумка ВГ. И сами варгейминг говорили, что, ну, далеко уже, как бы, игра не основывается на реальных событиях. Скорее, добавляет не то, что там было в реальности, а то, что примерно там основано на каких-то реальных чертежах. И то непонятно, где варгейминг зачастую их берет, потому что можно, в принципе, и подделать эти чертежи. Ну, лично я считаю, что такой вот агрегат может появиться в дальнейшем в игру, если сами разработчики сказали о том, что хотели бы подобные машины видеть у нас в игре, но, в принципе, боятся то, что воспримут их негативно, то, что все-таки они далеки от реальности, и то, что они будут слишком имбовыми. Но зачастую такие вот отмазки, как бы, полностью нивелируются со временем у разработчиков, то есть они находят причину, почему все-таки такое стоит добавить в игру. И одна из причин заключается в том, что Jagdpanzer E100 это одна из самых популярных машин в нашей игре, и очень много фанатов у нее. И со временем, конечно, просто игроки уже прокачали эту ветку, то есть они задонатили, и интерес у них, ну, упал, как бы, то есть они уже получили желанное, и покатывают, как бы, Jagdpanzer E100, так, скажем, смакуют эту ПТ-шку, раздают всем плюхи по 1000 урона, ну, и, короче, на этом уже особо не заработать. Ну, конечно, кто-то там еще прокачивает, но в меньшей степени, чем раньше. А если везти такую машину, а, в принципе, там на целую ветку спокойно таких ПТ-САУ наберется, то это будет весьма годно. Но, в принципе, эта машина может быть просто заменой Jagdpanzer E100, потому что сам Jagdpanzer E100 тоже далек от реальности, да и многие игроки, на самом деле, хотели бы получить лучше E100-крокодил, нежели вот этот вот агрегат под названием Jagdpanzer E100 с гигантскими листами, такими вот под прямым углом, которые все пробивают. То есть я бы лично без зазрения совести обменял бы Jagdpanzer E100 на E100-крокодила, только с таким же орудием, как у Jagdpanzer E100. Порядка, наверное, 400 миллиметров выходит, то есть пробить практически нереально. Такая вот супер имба, ну, можно это забалансить очень медленной скоростью, там, например, 13 километров в час, там, как у Т-95, что, в принципе, опять-таки тоже соответствует чертежам, ну, в плане того, что именно сколько по подвижности могла бы такая машина вывозить, хотя, в принципе, в реальности она бы вообще даже с места не сдвинулась, потому что тупо у нее, ну, шасси не выдержало бы такой массы, но это все полная фигня, то есть если в реальности, ну, да, но в игре это как бы всего лишь условность была, то есть она бы нормально у нас каталась со скоростью, там, примерно 10-13 километров, да, не для всех машина была бы, но все равно весьма даже годная идея, я считаю. Ну, и с Альфой 1000, конечно, это было бы просто бомбезно, такую ветку, я думаю, просто прокачали бы игроки с большим удовольствием. Ну, а дальше, в общем-то, в следующем видео подобного типа, если оно все-таки выйдет, если это видео вам понравится, я хотел бы обсудить еще японский и ПТ-САУ, потому что там тоже есть что, в общем-то, рассказать. На этом все, друзья, спасибо огромное, что смотрели, желаю вам удачи, пока!